Новосибирск Больше миллиарда рублей потратят на ремонт дорог в Новосибирске. Это 14 объектов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие приведут в порядок 19 километров автомагистрали. Об этом сообщили муниципальные власти. Отмечают также, что средства на ремонт выделят из регионального и городского бюджетов. В список благоустройства попали улицы Правобережья. С полным перечнем участков можно ознакомиться на сайте мэрии. Сегодня стартует неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров. Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность. Об этом очень хорошо знают будущие медики, потому они, придя на учебу в Центр здоровья, первым делом проверили свой организм. Заниматься своим здоровьем никогда не рано, уверены студенты-клинические психологи. Сегодня они приехали не только на учебу. Важная задача – пройти диспансеризацию. Понравилось, так как чаще всего бывает такое, что у нас есть какое-то заболевание, предосположенность к какому-то заболеванию, а нету даже представления вообще о том, что у нас есть, что нужно конкретно исследовать. Пришла сюда, объяснили, провели по всему, по всем кабинетам, которые здесь есть. Много чего интересного было. Заполнили анкеты, сдали анализы, прошли исследования. В Центре здоровья 29-й поликлиники Новосибирска сегодня многолюдно. Будущие медики знают, что заболевание лучше поймать на начальной стадии. Риски, то есть определить, ну, вектор движения, да, там, возможно, какой-то коррекции. То есть мне дали рекомендации в кабинетах, ну, как правильно, допустим, питаться, банально чистить зубы, да, я узнал механики. За свое здоровье я теперь совсем не переживаю. Меня полностью обследовали. Было, правда, приятно общаться с специалистами. Многие ребята на диспансеризацию приходят впервые. Уверена, теперь профилактические походы к врачу будут регулярными. Лучше предупредить, чем лечить. Наталья Цопина, ОТС. На всякий случай пожары и стихийные бедствия по-прежнему остаются главными событиями, по которым чаще всего происходят страховые выплаты в России. Страховаться от всего и на всякий случай у граждан модным так и не стало. Зато эксперты отмечают определенные изменения при формировании договора с владельцами имущества. Обычно они, кроме пожаров, спешат защититься от краш и затоплений, а теперь все чаще вспоминают диверсии и террористические акты. Также страхуют и повреждения имущества чужими животными. Новосибирский район подвел итоги прошлого года. Результаты весьма впечатляющие. Например, зафиксирован рост инвестиций. Подробнее расскажет Константин Клещин. У Новосибирского района юбилей 85 лет. И решено дать оценку не только одному прошедшему году, а пятилетнему отрезку, сравнивая его с предыдущим. От топтания на месте район перешел к резкому росту. Инвестиции в экономику удвоены 60 миллиардов рублей. Это четверть всех областных. Отсюда и двукратный рост объемов промышленного производства, и трехкратный в аграрном секторе. В 2023 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, район не снизил индекс промышленного производства, сельхозпродукции. По-прежнему наше предприятие производит 40% картофеля и 95% овощей закрытого грунта от общего областного объема. Иными словами, есть основа для налоговых поступлений и увеличения количества рабочих мест. Неудивительно, что именно эту территорию Новосибирской области отличает прирост населения. 15 тысяч за 5 лет. Поэтому впечатляющими темпами идет укрепление социальной инфраструктуры. Строительство школ, детских садов, поликлиник, домов культуры. Всего же за пятилетку, включая текущий год, район получает 85 новых социально значимых объектов. Это же, конечно, серьезный прогресс. В пятилетку ранее было введено 17. То, что люди чувствуют позитивную динамику, видно и потому, как они откликаются, когда требуется помощь. Речь о специальной военной операции. Например, в Краснообске делают качественные средства защиты для бойцов. А объединение ветеранов закрывает и бытовые, и тактические потребности военных. От сухих продуктов питания до маскировочных сеток. У нас уже прямая связь с нашими земляками. Они приходят в отпуск, рассказывают, что мы так делаем, что нет, поправляем. Но в основном очень благодарят и очень им нужны сети, маскировочные сети. Маскировочные сети у нас плетают. Есть Новосибирский район. К юбилейному году Новосибирский район представил и новую символику. Это живой логотип, где центральное место занимает стилизованная снежинка. Она же шестеренка. Символ движения. А оно, как известно, и есть жизнь. Константин Клещин, Евгений Агеев. Новости ОТС. Расписание пригородных поездов изменят в Новосибирской области. Об этом предупредил перевозчик. Новый график будет действовать с 23 по 25 февраля. Изменения вносят ежегодно в связи с праздником Дня защитника Отечества. Пригородные электрички будут ходить по расписанию выходного дня. Пассажиров просят быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений. Дополнительную информацию можно узнать в железнодорожных кассах, по телефону 050, в приложении перевозчика или в интернете. Два ГИС опубликовал список худших районов Новосибирска. Антирейтинг составляли на основе отзывов жителей мегаполиса. Больше всего дизлайков набрал Плющихинский жилмассив в Октябрьском районе. Новосибирцы называют это место гетто-районом, в котором страшно жить, тем более на постоянной основе. На второй строчке рейтинга оказался Южно-Чемской микрорайон, который немного обогнал Плющихинский. По словам жителей, там проблемы с общественным транспортом. Уехать после восьми вечера вообще невозможно, а кроме домов и магазинов запчастей там ничего нет. На третьем месте расположился сосед Северо-Чемской микрорайон. Минусы нагрузка на инфраструктуру из-за новых ЖК и вечной пробки. Из плюсов жители назвали разнообразие сетевых продуктовых магазинов, близость реки, а также пляжа. Что такое камы и как приготовить затируху? В Куйбышевском районе побывала гастрономическая экспедиция. Зачем ее участники выезжают в отдаленные села, узнала моя коллега Оксана Тимошенко. С рецептом затирухи участники гастроэкспедиции познакомились в селе Ермаки Качковского района. Приготовить простой, но сытный суп решили в Куйбышеве вместе с будущими поварами, студентами Бритехнического колледжа. Это варится все очень быстро, потому что овощи у нас с вами пассерованные, бульон готовый, курица готовая, картошку сварили, заложили пассеровку, заложили мясо. Все, она у нас немножко покипела с вами, минут 5-6. И в самом конце добавляется зелень рубленая. Очень все просто. Первокурсница Самира Ибраева затируху делает впервые. Тесто из яиц и муки она скатала в мини-лапшу. Главное сделать заготовки одинаковых размеров, чтобы варились равномерно. Задача справилась на отлично. Интересно, что-то новое узнала. В старинном селе Балманку и Бышевского района для гостей приготовили камы с душой. Небольшие шарики из мелконатертого картофеля с ароматной бараниной внутри впечатлили всех участников гастрономической экспедиции. О своих рецептах гостям рассказали и студенты. В семье Даниэя Пчелеевой часто готовят борщ и манты, а на праздники меню особое, национальное. Бараны режут, обделывают плов, много риса и в казани варят, даже зимой. И все выливают, остается оттуда суп, сурпа называется. Его рис, когда выкололи, выкладывают сверху, а в сурпе еще есть лук. Его все выливают, потом ставят голову в баранах. Кухня – один из элементов сельского туризма, который сегодня активно развивают в регионе. Жителям мегаполиса, уверены организаторы, будет интересно познакомиться с традициями, посмотреть достопримечательности и попробовать блюда, которых не найти в городских кафе и ресторанах. Особенно, если они приготовлены из продуктов, выращенных на ферме или в огороде. Для меня, на самом деле, каждая экспедиция в любой из наших районов или сел там Новосибирской области – это всегда открытие. Потому что что-то есть на поверхности, но есть такие, как говорится, рецепты, которые не только забыли, а просто для людей они стали… Вот в селах, например, в том же Балмане, они для них обыденные, то есть традиционные. А мы, поскольку живем в больших городах, конечно, мы этой возможности не имеем, но благодаря таким селам далеким это все сохранилось. К опыту Новосибирской области уже присоединилась Северная Осетия. Гастроэкспедиции планируют проводить Хакаси и Алтайский край. В планах организовать гастрономический фестиваль, чтобы о блюдах российской кухни смогли узнать как можно больше людей. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. В школу с купальником и ластами. В ближайшие шесть лет в России научат плавец более 12 миллионов детей. Таких результатов ожидает от правительственной программы «Плавание для всех». Соответствующие уроки ведут в школах. Если образовательное учреждение не имеет свой бассейн, ребят отвезут в ближайший муниципальный или ведомственный. Программу вводят постепенно. Сперва по ней начнут работать 14 пилотных регионов, далее остальные. Подобные проекты, к слову, уже работают в ряде субъектов страны. Лидирует Ростовская область, не отстают Нижний Новгород и Ижевск. Спортивная школа по хоккею «Сибирь» среди лучших в России. В опубликованном рейтинге «Дюсш» по всей стране новосибирская кузница талантов заняла шестое место, уступив лишь школам ЦСКА, трактора, металлурга, локомотива и «Динамо». Для составления перечня использовали данные игроков континентальной хоккейной лиги, которые указывали, где и у какого тренера они проходили спортивную подготовку в возрасте с 5 до 17 лет. Рейтинг учитывает последние 4 сезона КХЛ. В расчетах учитываются статистические показатели, титулы, попадания в сборную. Таким образом, по итогам предыдущего чемпионата «Сибирь» стала лучшей школой за Уралом, опередив вечных конкурентов из Омска, а также «Акбарс», «Салават Юлаев» и другие команды. Отмечу, в текущем сезоне команды школы в каждой из 8 возрастных групп идут в числе лидеров в первенствах Сибири и Дальнего Востока и претендует на выход в финал первенства страны. Красно-черные вагоны. В Новосибирске представили дизайн новых трамваев. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги». Напомню, новые трамваи произведут для нашего региона в Республике Беларусь. Вагоны будут четырехдверными, с большой низкопольной площадкой в центре и маленькой сзади. Салон рассчитан почти на четыре десятка мест. Жители Новосибирской области поймали с фальшивыми водительскими правами. Случай произошел в Искитимском районе. Мужчину, который управлял машиной, остановил сотрудник ГИБДД, который заподозрил, что документы у автомобилиста не настоящие. В итоге гипотеза подтвердилась. Оказалось, что права местный житель купил в интернете. Причем он осознавал, что таким образом нарушил закон. Против мужчины возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Теперь его дальнейшую судьбу определит суд. Аварий на Куйбышевских дорогах за последний год стало больше. Госавтоинспектор отмечает, виновниками ДТП чаще становятся водители. Однако и пешеходам будет не лишним напомнить о правилах поведения на дороге. Как пешеходу добраться из точки А в точку Б, если нет тротуара или он заметен снегом? На вопросы интеллектуальной игродорожной колейдосков школьники смогли ответить не сразу. На помощь пришли госавтоинспекторы. Разрешается пешеходу двигаться по проезжей части, но только по левому краю. На дороге принимать решение о том, где и как перейти, школьники будут самостоятельно. Именно поэтому родителям важно напоминать детям о правилах дорожного движения регулярно. Не только напоминать, но и самим их соблюдать. Родители всегда главный пример подают, да, и должны подавать. Потому что дети смотрят всегда на родителей. Это, опять же, уже ни для кого, я думаю, не новость, что если родители сам будут нарушать правила дорожного движения в глазах своего ребенка, то ребенок, скорее всего, смотря на родителей, будет делать то же самое. Что касается детского дорожного транспорта, травматизма. За прошлый год у нас зарегистрировали эти три факта. Из них два пешехода получили травмы, и один пассажир также травму получил. Вот в этих трех фактах ДТП с детьми вина детей не усматривается. То есть дети, они как бы ничего не нарушали, а у нас водители, к сожалению, нарушители. В прошлом году в Куйбышевских автошколах обучение прошли 2500 кандидатов в водители. Право на управление транспортным средством получили 950 человек. Мы со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения требуем только единственное, чтобы вы принципиально соблюдали правила дорожного движения. И ключевое слово здесь принципиально. Скоростной режим, трассы федерального значения. То есть на трассе федерального значения, ну, в ближайшие два года выезжать не нужно, потому что там скорость другая и дорожная обстановка другая. В Куйбышевском районе госавтоинспекторы регистрируют рост ДТП. В прошлом году их произошло почти три десятка. Три человека погибли, 30 получили травмы. Чаще всего происходят столкновения. Наезды на пешеходов, водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Безусловно, чтобы стабилизировать аварийность и удержать рост, пристальное внимание обращают сотрудники госавтоинспекции к работе со всеми категориями участников. Это и детская аудитория, это взрослое население, это также люди, которые только собираются стать водителями, обучаются в автошколах. Профилактические мероприятия, как неделя дорожной безопасности, уже традиционно проводятся в разных районах нашей Новосибирской области. И, конечно, ожидаем положительный результат. В Куйбышевском районе неделю дорожной безопасности организовали впервые. Проводить ее госавтоинспекторы планируют регулярно. Сильные магнитные бури прогнозируют в конце февраля. Вспышку геомагнитной активности жители региона почувствуют 26 и 27 числа. Тогда уровень возбуждения атмосферы достигнет красной зоны, а состояние многих людей может заметно ухудшиться. Магнитные бури вызывают головные боли, слабость, изменение давления, боли в суставах. У некоторых обостряются хронические заболевания. Медики рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, уменьшить количество стресса и физические нагрузки. Желательно наладить режим питания сна. Кроме того, можно поддержать свой организм комплексом витаминов. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин